Священномоченник Алексий родился в 1891 году в селе Михалёво Броницкого уезда Московской губернии в семье священника. После окончания Московской духовной семинарии Алексий был назначен учителем во второклассной школе на одной из областных фабрик. Но вскоре скончался его отец, и тогда молодой человек был рукоположен во священника ко храму Рождества Христова в родном селе, заменив тем самым своего представившегося родителя. С приходом советской власти отец Алексий был мобилизован в тыловое ополчение Красной армии, и до мобилизации в 1921 году верой и правдой отдавал долг родине. С 1922 года и до самого ареста батюшка служил в троицком храме поселка Удельное. В 1929 году у отца Алексия, как у лишённого избирательных прав, отняли дом. Каждый год облагали такими непосильными налогами, что выплатить их стоило огромного труда и самопожертвования. Не имея уже никаких сил, в 1937 году священник Никитский вместе с другими служителями Троицкой церкви написали заявление с протестом против фактического ограбления верующих. Сие не осталось незамеченным сотрудниками НКВД. И после негласного следствия 26 января 1938 года отец Алексий был арестован. После нескольких допросов за контрреволюционную агитацию против выборов в Верховный Совет, распространение слухов о закрытии церквей и арестах духовенства, священник Алексий Никитский был приговорён к высшей мере наказания. Так, 28 февраля 1938 года батюшка был расстрелян на полигоне Бутова под Москвой. Тело его погребено в общей, безызвестной могиле. День памяти священномученика Алексия Никитского-Пресвитера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok